Для друзей Алексей. Теперь вот такой вопрос, который мне хотелось бы с вами обсудить. Игнатий Лапкин. Во-первых, я хотел вас спросить, почему вы не любите Кураева? Мне кажется, что интервью с Кураевым будет интереснейшее вообще. Поскольку с Кураевым я все-таки как-то заочно по видео знаком, я примерно представляю, о чем с ним говорить. И у меня есть к нему вопросы, на которые мне самому очень безумно хочется получить ответы от него. Потому что в некоторых вещах мы с ним совпадаем по мыслям. И я начинаю безумно гордиться. Мне это тоже свойство. Что мысли совпадают же или у дураков. Поскольку он явно не дурак, а мысли совпадают, значит я тоже. И он говорит, что это все. Но хочется, очень хочется с ним поговорить. Мне поступило предложение вот такое интересное, которое меня тоже заинтересовало. Но я к нему сейчас отношусь с некоторой опаской. У меня был даже разговор по скайпу, если не ошибаюсь, с Барнаулом. Там, где живет отец Игнатий Тихонович Лапкин. Естественно, Барнаул далеко. Ему 80 лет уже. Не он сюда, да и не я туда, не те финансовые ситуации, чтобы сейчас лететь в Барнаул. Хотя бы вот были бабки, сейчас бы с удовольствием. Вот потратил бы время, слетал бы. Чтобы, просто чтобы, когда разговариваешь вот так глаза в глаза, вы же знаете, да? Я вам говорил, меня не проведешь. И мне этот человек слова прислал. Мы по скайпу пообщались. И он мне прислал материалы по Лапкину. Я думаю, так, стоп. Естественно, если человек любит кого-то, то он подбирает материалы соответственным образом. Я думаю, я сейчас, прежде чем раскрывать ссылки в скайпе, дай-ка я просто наберу. Игнатий Лапкин. Набираю. И вот, что я вижу. Я вижу фотографию старца. И я вижу вот тут анонс книги про него. Перед вами биография одного из замечательных, последних, живых, слава Богу, исповедников и активных миссионеров православных. Православия, пострадавших от советской безбожной власти Игнатия Тихоновича Лапкина. Он пережил неоднократные аресты и заключения в 80-м и 86-м годах. Содержание психиатрической больницы и многие другие испытания веры. Книга написана священником Николаем Балашовым и ромонахом Нафанаилом Судниковым. В этой книге читатель найдет много того, чему можно и обязательно нужно поучиться. Много того, что современный миссионер обязан делать и кем он должен быть. Это миссионерско-апологетический проект под названием «К истине». Вот такая цитата. Буквально следующее по поисковой системе идет у нас «Образование и православие». Сайт называется. Церковь и революция в Сибири – это родные новосибирцы на Свято-Макаревский православный богословский институт. Вы помните наши перепалки с новосибирскими миссионерами? «Миссионерство обмана. Игнатий Лапкин». Лапкин, Игнатий Тихонович – это человек, который явно находится в лапах дьявола. Он находится в состоянии глубочайшей духовной прелести самомнения. В молодости, не имея хорошего духовного наставника, Игнатий не смог воспринять истинный дух православия. Ну и так далее и тому подобное. Хотя биография у нее действительно уникальная и богатая. Но разные отношения. Причем, как мы видим, и одна позиция, и другая транслируются в общем священнослужителям. И, соответственно, у меня вопрос к вам. Есть возможность, благодаря Вячеславу, не путай, по-моему, и благодаря Славе, мы с ним уже на тыпрусцем, он работает там в аэропорту, в охране и знает Игнатия Тихоновича. Мы можем сделать скайп-интервью с Игнатием Лапкиным. Вы, как православные, вам известно это имя? И хотите ли вы такое интервью? Это первое. И второе. Интересен ли вам Кураев? И хотите ли вы такое интервью? И, наконец, третье. Под этим постом, пожалуйста, задавайте вопросы вот одному или обоим священникам, о которых я говорю. Я постараюсь, вы знаете, что я всегда в интервью вопросы от подписчиков упоминаю. Иногда не все, иногда их чуть-чуть переформулирую, но толковые вопросы всегда за радость. Мне не жалко. Мне всегда приятно, когда я читаю умные комментарии. Их, к счастью, много. Вот это меня радует. Точно так же, как иногда обижает глупость. Не злость. Глупость обижает. Потому что понимаю, что и объяснить не смогу. Не поймёт. До встречи. Жду ваших вопросов. Для друзей Алексея.